Что это саинство и как и почему оно работает? Смотришь видео и там люди говорят, гляди скорее, ничего себе, яркая вспышка, след в небе красиво. А потом, когда уже никто не ждет подвоха, звуковой волной выбивает стекла, тысячам людей в лицо и глаза попадают осколки, ведь они подбегали к окну посмотреть. От взрывной волны пострадали тысячи зданий и полторы тысячи человек. Из-за падения Челябинского метеорита становится стыдно. Ученые предсказали, что в тот же день мимо Земли пролетит астероид. Они не ошиблись. Спустя 16 часов после Челябинского инцидента астероид схожего размера, Дуэнде, пролетел примерно в 27 тысячах километров от Земли. Это ниже геосинхронной орбиты. Но сумев верно предсказать приближение Дуэнде, ученые совсем не ожидали вспышки над Россией. И честно сказать, это не единичный случай. Мы плохо умеем предсказывать приближение астероидов к Земле. С 1988 года на Землю упали около 1200 объектов более метра в диаметре. А заранее отследить и предугадать мы смогли только пять из них. И то всего за день до падения. Почему же наши разработки, телескопы по всей планете, не говоря уж о тех, что в космосе, так слабо помогают обнаруживать астероиды заранее? Каковы шансы, что один из них, огромный и разрушительный, уничтожит все или почти все живое на планете? А если бы мы предсказали его падение, что смогли бы сделать? Астероиды — обломки, сохранившиеся со времен формирования Солнечной системы. 4,5 миллиарда лет назад из камней и пыли формировались огненно-горячие расплавленные протопланеты. Тяжелые элементы — металлы, вроде никеля, железа и иридия — устремлялись к центру, а ближе к поверхности оставались силикаты. Некоторые из тех раскаленных объектов превратились в знакомые нам планеты. Другие же сталкивались друг с другом и раскалывались на части. Эти фрагменты продолжили свой путь по орбите вокруг Солнца, врезаясь в подобные им и распадаясь на еще меньшие осколки. Те осколки и есть астероиды. Некоторые из них каменистые, такие огромные, рыхлые скопления, небольших камешков, которые называют кучами щебня. Другие — осколки из сердца протопланет, в основном металлические. Это железный метеорит. По сути, фрагмент центра протопланеты. Можно даже сказать планеты, которая образовалась 4,5 миллиарда лет назад и в которой сформировалось ядро. Затем из-за столкновения с другим объектом она раскололась. Древнее этой штуки сложно найти. Большинство астероидов перемещаются по стабильным орбитам между Марсом и Юпитером, в главном поясе астероидов. Но некоторые все же обосновались недалеко от нашей планеты. Их называют околоземными объектами. Нас они интересуют по той причине, что представляют наибольшую опасность. В своей последней книге Стивен Хокинг назвал астероиды «величайшей угрозой жизни на Земле». Но обнаружить их непросто по ряду причин. Большинство из них засекают наземными телескопами. Мы делаем серию снимков, штуки три, может четыре. Накладываем друг на друга и ищем, по сути, перемещающуюся точку. Она смещается, поскольку летит по орбите вокруг Солнца. А более далекие объекты звезды и галактики нет. Но искать нужно тщательно. Астероиды не очень большие. От пары метров до нескольких километров. А объекты таких размеров в глубинах космоса не так уж бросаются в глаза. Но даже маленькие астероиды не безобидны. Диаметр того, что упал на Челябинск, составляет всего около 20 метров. Это примерно два школьных автобуса. У астероидов шероховатая и темная поверхность. Они отражают всего около 15% света. Поэтому вероятнее всего их обнаружить, когда они хорошо подсвечены Солнцем. 85% околоземных астероидов ученые фиксировали только когда Земля оказывалась точно между ними и Солнцем. Благодаря эффекту Зеллигера. Это означает, что о многих астероидах рядом с нами, в том числе опасных, мы еще просто не знаем. Те, что подлетают к нам со стороны Солнца, засечь и вовсе невозможно. Поэтому никто и не заметил Челябинский метеорит. На сегодняшний день в каталогах зафиксировано около миллиона астероидов. Большинство из главного пояса астероидов. Еще 24 тысячи относятся к околоземным. За ними приходится наблюдать постоянно, потому что понять, какой из них полетит к Земле, все равно сложно. Допустим, вы открыли новый объект. По нескольким дням наблюдения невозможно сказать, куда он летит. У вас есть лишь небольшой участок пути, и по нему сложно делать прогнозы. Так что нужны годы наблюдений. Однако даже если данных много, период, на который возможно предсказать движение астероидов, все равно ограничен. Тому есть причины. Первая из них, обращаясь вокруг Солнца, астероиды испытывают влияние гравитации всех планет нашей системы. Из-за этого орбиты околоземных астероидов могут значительно меняться. Так называемый динамический хаос предполагает, что спустя какое-то время мы понятия и не имеем, где окажется астероид. Это означает, что мы можем делать прогнозы примерно на ближайшие 100 лет. Более или менее точно положение объекта можно рассчитать максимум на век вперед. Это очень важно. Ведь мы знаем наверняка, что последствия возможного столкновения будут ужасны. Это кратер Берринджера в Аризоне. Он получил свое имя в честь владельца нескольких шахт Дэниела Берринджера, который первым предположил, что кратер образовался из-за падения метеорита. Вплоть до 50-х причиной его появления считали вулканическую активность. Однако Берринджер был уверен, что в том месте на Землю упал железный метеорит. В 1903-м он получил в свое распоряжение участок с кратером и начал бурить в надежде найти огромный кусок металла. Берринджер надеялся, что находка будет стоить миллиард долларов по тем временам. Ну, людей мотивируют деньги, так? Вот они и решили, что могут раздобыть железо бесплатно. Начали бурить дно кратера, но так ничего и не нашли. Но делая это, не бросили. Бурили вокруг годами, даже десятилетиями. Решили прокопать вбок. Кто-то подсказал, что метеорит мог упасть под углом. Кстати, так и было. В общем, подумали, что железо может быть сбоку, и начали бурить под стенками кратера. Если поехать туда, все эти дыры видно. Но в итоге никто ничего тогда не нашел. Никто не знал, что столкновение на такой скорости — это не из пушки по стенке стрелять, когда ядро пробивает кирпич и застревает или вовсе отскакивает. Тут все гораздо мощнее. Происходит взрыв. Кинетическая энергия объекта, который летит со скоростью 30 км в секунду. Этой энергии достаточно, чтобы метеорит просто испарился, превратившись в газ. Очень горячий газ под давлением. При столкновении получается взрыв, образуется кратер. А от самого метеорита после падения почти ничего не остается. Разве что небольшие осколки. Но тот был метров 50, так что практически без шансов. Берринджер искал то, чего уже не существовало. Берринджер бурил кратер 27 лет, уйдя вглубь больше, чем на 400 метров. Но то, что он искал, испарилось при ударе о поверхность за 50 тысяч лет до этого. 50-метровый астероид, ненамного больше Челебинского, разбился о Землю, выбросив 10 мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. В 600 раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Больше всего падение метеорита похоже на взрыв атомной бомбы. Это череп тираннозавра в реальном масштабе. Мне показалось здорово иметь такую штуку, и я купил себе этот череп. Динозавры вымерли после падения 10-километрового астероида примерно 65 миллионов лет назад. Падение любого объекта радиусом больше пары километров сопровождается выделением такого количества энергии, что это имеет глобальные последствия. Удар такой силы запускает обломки по супорбитальной траектории. Куски породы поднимаются в воздух, а затем снова падают на поверхность, долетая до противоположной стороны планеты. В результате небо вспыхивает множеством горящих падающих обломков. Представьте себе, такое же приятное и ясное, как сегодня, вдруг заливается алыми всполохами, горит огнем, как будто над нами пожар. Помимо взрыва, в месте падения объекта, небо над ним нагревается, выжигая все вокруг. Кому-то не повезло прожариться, как в духовке. Заживо? Ну да, они ведь просто мимо пробегали. Шанс выжить был только у тех животных, которые находились под землей или, может, в воде. Они восстановились и спокойно освоили новые места обитания, ведь главной проблемы динозавров больше не было. Какова вероятность, что в Землю снова врежется 10-километровый астероид, или что покрупнее? Ну, для удобства предположим, что человек живет 100 лет. Такого размера астероиды, которые способны вызвать массовое вымирание, врезаются в Землю где-то раз в 100 миллионов лет. Вероятность такого события в течение года — 1 к 100 миллионам. Получается, всего у человека один шанс на миллион умереть из-за падения такого метеорита. Но на самом деле мы знаем, что нет ни одного подобного объекта, который столкнется с Землей в ближайшие 100 лет. Так что дождаться подобного события у вас шансов нет. Уже проведены расчеты, и мы точно знаем, что здесь вероятность равна нулю. Что ж, хорошие новости. На нашем веку огромный астероид никого не убьет, как это случилось с динозаврами. Но более мелких объектов довольно много. На один астероид диаметром 10 километров приходится примерно тысячи километровых, а они тоже способны неслабо навредить. Один-два километра. Они поражают небольшую территорию, но довольно серьезно. Вся планета не вымрет, но вот область размером с европейскую страну, вроде Франции или Германии, эти две мои любимые, вполне. Такую территорию астероид в один-два километра без проблем сравняет с Землей. А знаем ли мы обо всех подобных объектах, которые летают вокруг? Считается, что нам известно 90 с чем-то процентов таких астероидов. Кажется, 98. Их обнаружили, просчитали орбиты, и мы можем предсказать их поведение лет на 10 вперед. Пока все в порядке, но не стоит забывать, что есть еще астероиды, диаметр которых чуть меньше километра, например, метра 800. Столкновение с ними не сильно лучше, если честно. Вероятно, поэтому астероиды и представляют такую угрозу. Несколько сот метров достаточно, чтобы истереть с лица Земли большой город, но слишком мало, чтобы отследить все такие объекты. Мы знаем, что обнаружили далеко не все, а их размера хватит, чтобы доставить массу неприятностей, если они упадут в подходящем месте. Например, разрушить город? Да, там точно рухнут здания, город охватит пожар, а от удара о землю в воздух поднимутся осколки, которые затем обрушатся на огромной скорости, выжигая все, на сотни километров вокруг. И это может хоть завтра случиться? Да, вполне. Если мы заметим, что к нам летит что-то крупное, какой план? Что мы вообще можем сделать? Хоть что-то? Как его остановить? Никак. Тут мы ничего не сможем сделать. Десять лет назад я участвовал в рабочей группе по этому вопросу, обсуждали, что делать. Был вариант взорвать на подлете, естественно. Непонятно, каков будет итог. Предположим, пустили ракету, она долетела и взорвалась где-то рядом или на поверхности. А дальше что? Ну, будет куча осколков, которые начнут плавно разлетаться, а затем их снова соберет вместе гравитацией. Получится, что называется, куча щебня. Скорее всего, астроит изначально таким и будет, из-за множества предыдущих столкновений. Мы не особо понимаем, как взрывать подобные объекты. Другая идея — прикрепить к астероиду ракету и попробовать оттолкнуть его в сторону. Не взрывать, а просто аккуратно подправить курс, изменить траекторию так, чтобы столкновение не произошло. Но если посчитать, у нас нет ракет, которым хватит мощности на подобный манёвр. Плюс ракету придётся крепить к астероиду, чего мы не умеем, а сам астероид вообще-то вращается, да и толкать придётся пару сотен лет, чтобы хоть как-то повлиять на его маршрут. Так что про бомбы и ракеты можно сразу забыть. Предлагали нагреть астероид, раскалить одну сторону лазером, но достаточно мощных лазеров у нас нет. Да и в принципе, создать такое, чтобы стрелять по астероиду с Земли, мы вряд ли сможем. Придётся вести его в космос, а это ещё сложнее. Есть идея обернуть астероид в фольгу, обычную алюминиевую, прекрасный вариант. Кстати, возможно, лучшее из всех, что есть. Но опять же, вряд ли сработает, потому что непонятно, как это сделать. Мы не знаем, как отправить в космос достаточно фольги, а потом завернуть в неё астероид. Но это бы изменило его отражательные свойства, и он сам отклонился бы в сторону. Так что, если говорить прямо, мы не знаем ни единого рабочего способа избежать столкновения с астероидами километрового диаметра. Это те, которые легко уничтожат страну. Да, и мы не знаем, что делать. А, десятикилометровый? Десятикилометровый ещё безнадёжнее, без шансов. Знаете, во время обсуждения у всех массы идей, о, и то можем сделать и вот это, но ничего не сработает. В конце концов, додумались до простейшей идеи. Если мы сможем вычислить, куда именно врежется астероид, над каким городом взорвётся, то получится эвакуировать людей. А потом ознакомились с тем, как проходили подобные мероприятия. В некоторых ситуациях об эвакуации предупреждали за неделю, например, если городу грозил ураган и потоп. И, в общем, эвакуация тоже так себе вариант. По очень и очень простой причине. Из города ведёт не так много дорог. И когда уехать пытаются одновременно миллионы людей, первая же заглохшая машина блокирует движение. В итоге всё население стремится прочь из города, на которой летит астероид, но уехать они не могут из-за огромных пробок. И всё же эвакуация, похоже, пока самый надёжный способ попытаться спастись. Хотя организовать её очень сложно. Слишком уж много людей нужно вывести. Я думаю, разумные люди для себя могут заключить, что в первую очередь нужно делать то, что мы можем сделать. Давайте искать астероиды. Давайте исследовать, давайте строить телескопы, отправлять их в космос. Это большой шаг к пониманию, насколько страшны для нас астероиды. И потом, когда мы найдём объект, представляющий наибольшую опасность, получится бросить все силы на то, чтобы разобраться именно с ним. Тогда у нас будет чёткая цель, и будет понятно, какими способами мы сможем себя защитить. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.